Приветствую народ, с вами Павел Первый и это Hearthstone. У нас потасовка, снова, как она там называлась, битва чемпионов, уже финал, и наконец это дерьмо закончится. Другие идолы, соответственно, другие колоды, с это мы поиграем, но по большей степени это не цель этого ролика. Сегодня мы поговорим о изменениях, которые нас ждут очень скоро в год дракона, и о том, в какое болото скатывается Близзард. Но сначала мы начнем играть, конечно же, и будем играть за охотника. Здесь у него самый имбовый, ну, для него, естественно, идол, который за каждый спелл дает секрет. Это довольно выпешивает. В отличие от бота, игроку придется усердно подумать, а не, ну, если, конечно, не умеет играть как бот. Так, хаберег мы оставим, чтобы волков играть. Ммм, слишком много секретов. Ладно. Так, 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 так. Офигеть. Ну, ладно. У нас много секретов разных, и можем играть до бесконечности их. Блин, схрон, конечно, не слишком удачно под это зверюшко. Отлично. Отлично. Я не буду разыгрывать секрет, чтобы была возможность, ну-ка, на трех секретах хотя бы будет, чтобы лишний секрет разыгрался. Упс. Сейчас мы еще идол прокачиваем случайно. Если у нас в хокус, господин, да, понятно. Упс. 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 Вечность говорит моим голосом Отлично Ну, это дело живет Пока что Живет на одних лишь секретах Ай Фокус Котус, ясно Что за секрет-то скопировал у меня, подло Из всех карт он скопировал у меня секрет, а? Неплохо Таааак Ага Капканчик Нихера себе котик, а? А, мы же хотели поговорить о Годи Дракон и о том, что нас ждет в нем Собственно, сейчас, наверное, и поговорим, да? Упс Я всего троих призвал, тупо вышло, да? Так вот Давайте по порядку По новости, которые у них на сайте Выложено То, что было в Год Ворона Мы, разумеется, пропустим Мы и так знаем Они голубенькие Девять, правда? Эм Так вот Разумеется, начнем мы с Эм 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 Ок До свидания Эм 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 Что нам можно еще сделать? Эм 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 О, давай криво-ква-ква Так вот В общем, она Выходит Карты В основном связанные с четностью и нечетностью Разумеется, это основные карты Баку и Ген Минус Разумеется, очень Интересные для сообщества колоды Они играли ими И по этой причине И болезнь Их Уводит в нерв Примерно так и Написано все В этом суть На этот раз Дерусь честно Честно-честно Да, честно-честно Можете сами Почитать новость Так и Написано буквально Если Переводить их смысл Они так и сказали Ребят, что-то вы часто Слишком играете Кена и Баку Поэтому мы Вводим В зал славы Чтобы вы Их не могли играть Потому что Нам надо, чтобы вы покупали Сраные новые Наши пакетчи Которые Выходят в год дракона Обязательно Обязательно Покупайте наши паки За Четыре с лишним Тысячи рублей Обязательно И пакеты, которые мы еще будем Время от времени вам Предлагать Купите их обязательно Ну Разумеется Также Уходят и карты Некоторые Связанные с этими Механиками Это Мрачный олень Черная кошка Мотылек И Угарь Собственно Не то, чтобы они были Как-то дико популярны Но Ими особо никто не пользовался Никому они нафиг Как бы и не сдались Но Понятное дело Что они Абсолютно Неиграбельны Без своего Вот этого Четного Нечетного Так что Да Упс Проклятье Черт Вот Вот Это уже Шесть картонок И еще три из классического набора Опять же Не Я не знаю Как они долго Будут дойти этот классический набор Скоро Карт в нем Так через пару лет Примерно Если прикинуть Не останется вообще И И Хрен знает Чем там Новичкам Надо будет играть Но Бризы об этом Не думают Зачем об этом вообще думать Правда Жак Правда У У Какие карты Уйдут Близость к природе Страж Ужерса И божественная милость Близость к природе Это Один из немногих Вообще Ремувов У друида И его убирают Я Очень Сильно Предполагаю Что Скорее всего Это Из-за Того Комбо С Мехактуном Они просто Его тоже убивают Я не знаю Как часто И как хорошо Оно играло Но тем не менее Факт остается Фактом Мы в дерме Пацаны Даже хазачу играйте Его тоже не убить Его тоже не убить Окей Что касательно Стража ужаса Это Чтобы это была Дико играбельная карта Да? Но Допустим В каких-нибудь Куболоках Она тоже Использовалась Короче Как вы понимаете Блицы просто Убирают часто Используемые карты Потому что Им надо чтобы Вы использовали Другие карты Из новеньких Дополнений Поэтому они будут Продолжать Мне кажется Даже не кажется Они абсолютно точно Это уже давно понятно Убирают ровно ТЕ карты Которые востребованы Вон сообществом Разумеется Понемногу Потихоньку Чтобы слишком уж Не разозлить Но Так или иначе Они Все уберут Все уберут Поверьте мне Ничего не останется Так Не так Ну Собственно Тут нечего говорить Про карты Дальше Дальше Не объявили о том Что будет очень сильно Развивать режимы Для одного игрока Разумеется Что это там Они написали Про то что Режим По типу данжи Очень многим Понравился Я не знаю Кому это МНОГИМ Но лично Мое отношение Думаю Вы знаете В общем Он не на Бесконечное Часов раз Так Что будем делать Так Что будем делать Наверняка Взрывная Ловушка Летит Ну Не Ну Не Режисс 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 у меня карта сейчас горит почему у него тырем и это главное но что конкретно конкретно с следующего года возвращаются приключения договорили никаких приключений больше но вот они возвращаются в новом формате которым опять вас будут выкачивать денежки ибо близом то есть активижен очень мало денежек ваших вам им нужны мешки и ваших денег как а вот каждый рублик поэтому они будут выкачивать с вас эти деньги несчастные что для этого они сделают я не подумал этого пиратеса вызвать надо было вот это разыграть да в общем да да не будут стоить приключения поскольку же сколько стоили раньше 700 голды или 1100 рублей за все крылья четыре крыла будут соответственно в формате приключений немного измененном смешано это будет с механиками данжей арен и типа того короче там есть очень красочная такая там есть очень красочная картиночка которая описана вот все что нас ждет и выглядит это конечно типа очень вкусно режим аномалии какой-то героический режим видимо режим аномалии имеется ввиду тот самый режим при выключении посиделки в таверне какие-то 9 новых героев приспешников да мы сможем себе выбираете героя силу героя как это было например в веньмином лесе вот по такому же типу 27 сил героя то есть каждый герой будет иметь по 3 силы героя на их можно будет прокачивать 36 стартовых колод и да мы сорян вот как раз начинаем по типу данжа вроде когда то есть убираемся колоду прокачиваем ее время от времени 5 глав 75 боссов отслеживание побед можно поставить игру на паузу о боже мой спустя пять лет они догадались добавить эту функцию одиночный блин режим охренеть можно за и вот темный плащ ну это очевидно лего говорят она вроде как типа чудо стера тоже дает свои колоды 15 комплектов карты и один комплект золотой классической карты за каждое крыло мы получаем три карты три карты по цене семи семи паков три карты говорю три пака три пака по цене семи как он такой а блин а именно из всего оружия стереть а блин ты издеваешься как обычно короче давайте почитаем лучше чтобы я не гадал что конкретно мы получили множество положительных отзывов на задание в стиле похода в подземелье и вы наверняка будете рады услышать что мы продолжим использовать эту систему в грядущем году подрастет и разнообразие доступных опций вы получите вы получите вы получите вы получите я довести свою колоду до совершенства. Короче, я не очень понимаю, что это за режим такой посиделки в тавернах. Что он из себя будет представлять. Блин, бесполезно сейчас играть в защиту шурвалы. Что тут на защиту? Убьют её. Эту последнюю джентку принесу я. Офигеть. Идите-ка в жопу, пожалуйста. Абсолютно каждый ход самые нужные карты, подходящие под этот ход. Идите в жопу, пожалуйста. Я на такое не подписывался. Окей, пока грузится. В первом дополнении года драконов приключение начнется с бесплатной главы, позволяющей игрокам познакомиться, ну то есть пять крыльев будет, грубо говоря. И четыре крыльевом покупаем. Пятнадцать паков по цене двадцати восемь. Как вам такое? Поздравляющий игрокам познакомиться с новыми системами, элементами, механики и служащим вступлением для историк, который с нами в течение всего года будет делиться таинственно у него любима знакомый маг. На этот раз берусь честно. Честно, честно. Вы там все из... Я не буду против этого играть. Отыграюсь в следующем раунде. Я не буду против разбойника играть. Идите-ка вы все. Так. Короче, игроки, желающие углубиться в повесло, они смогут укрывать дополнительные головы в мере их выхода по цене в семьсот золотых. Кроме того, весь контент можно будет приобрести всего за какие-то тысяча девяносто девять рублей. и... В каждой главе вы будете знакомиться с двумя новыми героями. Зеркальный матч, Найс. Кому повезет, угадайте. Точно не мне ведь, правда? В каждой главе вы будете знакомиться с двумя новыми героями, каждый из которых обладает тремя уникальными силами героя и четырьмя стартовыми колодами. Вам предстоит столкнуться с десятками новых боссов в различных режимах. За прохождение каждой головы вы будете получать по три комплекта карт нового дополнения, а за прохождение пяти головы вы получите рубашку для карт и комплект золотых классических карт. Спасибо, вы сама щедрость. С тех пор, как мы только начали работу над приключениями для одного игрока, наша задача была наполнить мир Hearthstone жизнью и создать в рамках игры такой режим, который позволил бы реализовать интересные новые находки и поддерживать интерес к повторному прохождению. Мы гордимся уже рассказанными историями, когда и нам не терпится возлести с вами план именно Год Дракона. От сволочи. Идите в жопу, я так и играю. Ему значит кто-то удаёт уничтожить, а мне нихера и отдите кого-то. Так. Короче, будут менять ещё игры на арене другие. Будут формат типа стандартного вольного. Например. Можно будет пользоваться картами Накс Рамоса, Древних Богов, Прибамбаска и Ведьми Нового Леса. Так что первого дополнения, который в этом году выйдет. Опять! Да вы за... Банюши. По крайней мере, я это видел в каком-то интервью Близзовском. То, что тут сказано уже было. Фарсад Газеринг также будут дополнять, да... Дальше, дальше они добавят возможность видеть легендарные задания. Случайный выбор рубашек для карты спустя 5 лет. Умный конструктор Каот спустя 5 лет. Больше способов заработать золотого героя спустя 5 лет. Аж за арену теперь будут победы тоже в эту копилку 500 считаться. Потасовки в честь года Мамонта. Ну и, в принципе, все. Учитывая, что, в принципе, вы знаете, думаю, мое отношение сейчас к Близзам, к Артстоуну. Мне абсолютно насрать на контент, который будет выходить, да? Но, блин... Блин, сейчас же мне просто этот зомби поимеет, а? Пипец. Певец. Я уже сбился с мысли, чего я хотел конкретно. Так... Не хотите мне дать рубашку? Не хотим. Что приказать? Короче, мне пофиг, в основном, мультиплеерный контент. Меня интересует одиночный. Я не знаю, что на нем думать. И покупать ли мне его. Может, мне уже нафиг снести этот Хардстоун, а? Все какие-то надежды типа строят, но на деле же ни хрена. Сейчас же просто вылили там порядка 800 сотрудников. Все. Крышка компании, да? Да, не самых ключевых, конечно, но, тем не менее, это о многом говорит о том, в каком векторе сейчас компания наша развивается. Близзер, я имею ввиду. И это ни к чему хорошему, в общем-то, не приведет. Вкинуть колокол. Ну, в принципе, почему бы не. Как-то я, наверное, не подумал, что ты сделал. Что-то игра вообще наша не поворачивается нормально. Зря я прячу время только. Ай, да блин, ну издеваетесь, что ли, а? Блин, надо было сначала карты взять. Карту взять, да? У него же нет, чтобы брать карты. А-а-а-а! Турак. В общем, остается вопрос, каким будут, каким будут режимы. Стоят ли они того или нет. Ну, как минимум, награды уже не радуют. Да и не только меня, а все сообщество. Там, конечно, находятся защитники всего этого. Они пожизненно будут защищать Близзов. Хоть они будут самой обостренной компанией в мире сейчас. Они их, в общем, они будут защищать их. Лучшая защита. Близзлая черепа. Близзлая черепа. Облом! Кругом облом! Облом! Близзлая черепа. Хм. А, это не так работает. А вот так. Ну, давай. Пошли. Следи за клювом. Возьму карту, пожалуй. Ну, сколько он? Десять ударов, условно говоря, выдержит. Хо-хо-хо. Я еще, представьте, я Бовара поставлю. Я погладаю. О-о-о-о. Не-не-не. Нафиг Бовара. Ха-ха-ха. Вот весело будет, а. А, я разберу. О-о-о. Ой-ой-ой. Чё я наделал, дурак? Аидал забыл про непфу. Неприятно. Вау! Вау! Все свалилось. Ой-ой-ой... И как теперь поступать? Если он умирает, это жопа. Давай в лошадку. А-а-а, ну идите к... Блин... Отыграю в следующем раунде. Нафиг этого паладина, за него невозможно играть. Давайте вот сбацаем рук. Последняя партия, выходящая по тасовке. Будь... И... Лотик! Живи охотой! Или умри добычей! Я ходячий в москвит! Так... Короче, по-моему, тут что-то связано с бронёй. А-а-а! Вот эта штука имеет урон раунде брауне. О! Хороший старт! Лот недолговечна, в отличие от Истана. Ё-моё... Ладно, это не так важно на первом ходу. Надеюсь. Ладно, хрен с вами. На сегодня всё. Собственно, что вы думаете по поводу грядущего года дракона? Давайте, пишите в комментариях. Посмотрим, что... Какие у вас мысли по этому поводу. Что я не сказал, не досказал, неправильно сказал. И так далее. Стоит ли мне вообще играть? Или может наконец бросить Харстон? Не знаю. Ну, а я пошёл. С вами был Павел Первый. С вас лайки, подписка, комментарии и так далее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок